итак всем доброго утра уважаемые друзья подписчики с вами снова я с метрик и сегодня решил сблить такой небольшой видосик по игре fire watch это скорее будет в тестовом режиме грубо говоря зайдет не зовет может играет скорее идет не хоррор да это вообще не хоррор это больше к это приключенческая кстати не разу не запускал сейчас я тоже посмотрю первый раз вместе с вами тестово залью вообще стоит стоит ли снимать на нее продолжение или нет довольно таки ли у нее интересная история идет хотя учитывая сколько на самом деле она собрала положительных отзывов я думаю что история должна быть стоящей действительно поэтому об этом лучше конечно напишите в комментариях кампас санта представляет совместно с panic incorporation ну конечно же с алексей смертник продакшн болгар штат колорадо 1975 ты видишь джулию они ты видишь джулию скорее вот так а я вижу джули ну ладно я вижу джулию она примерно твоего возраста ближе к 30 смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов соседнего университета ты генри пришел выпить со своими друзьями ты подходишь к ней ты пьян так какая у тебя ну специализация ты ты красивая это ты красивый спокойно говорит она на самом деле нет ты это будущее похмелье что отвечаешь ты смущена кто-то должен купить ей чизбургер гитана она зовет официанта неделю спустя уже вместе интересно если бы я ответил какой все-таки она специальности и так далее чтобы использовать объекты нажмите левую клавишу мышки ok я беру рюкзак не понимаю что делать рюкзак где-то в лифту ну да ладно давайте я так понимаю мы куда-то едем ну циверки не горят мы вышли куда-то на парковку на подземную сейчас 7 на на в нашу машину и поедем куда-то в далекое путешествие по игре fire watch вы встречаетесь больше года она сводит тебя с ума это здорово ты переезжаешь не живете в квартире одном с университета с видом на горы выпьете пиво на террасе выпьете пиво практически везде вот вот это я понимаю да вот нормально бухает блин джулия хочет завести собаку странно кажется вступление в игру я хотел бы на самую группу смотреть есть зерошенный крошечный бигль джулия в него влюбилась она хочет брать его с собой на работу еще есть устрашающая немецкая овчарка с добрыми глазами ничего плохого не может случиться джули пока она будет гулять с этим псом он крутой давайте все-таки изберем овчарку чтобы она хранила нас и джулись учу моих мат личный пес он обожает играть с вами парке сопровождая джулию во время ее пробежек и хотя он слишком большой чтобы брать его университет джулия его все равно любит моих и вдруг ребенок и домашнее животное одновременно не часто почувствовал что все на душе в куда квест начал играть вы разговариваете на террасе лето 9 30 вечера но жар все еще долетает со стороны пустыни что ты думаешь о детях спрашивает она дети они не очень и нам и намного и годятся и о том чтобы нам завести нескольких пару маленьких дурачков это было бы здорово в таком случае нам наверно надо пожениться да я был бы рад говоришь ты у детей так будет куча проблем думал лучших родителей будет состоять браке ты говоришь что она абсолютно права так все у нас я так понимаю на этом моменте начинается все таки игра и не понимаю где здесь связь почему я груда что ты права и при этом оказывается где-то где-то непонятно где где-то в лесах там не знаю как он колорадо может быть это просто первый штат который пришел в голову но опять же не 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 стойте стойте мы же в лесах канады точно действительно мы в канаде находимся причем здесь один штат америки так мы идем видео куда-то по дороге вечер четверга и джулия опоздает на четыре часа она не звонит и волнуйся и с каждой минуты все больше сердишься она возвращается когда-то уже лег она не то чтобы пьяна но явно хорошо провела время вы строитесь когда ложится под идеалом я злюсь окей ты называешь ее бесчувственный сволочь она говорит тебе идти нахрен и советую перестать быть таким детям ты называешь ее эгоисткой она знает что ты говоришь серьезно и это ее ранит джулия все еще любит рисовать она рисует растений своих исследований рисует все места где вы бываете рисует тебя ты играешь муском как его ты развиваешься словно модель victoria secret окей джулия была права ты очень симпатичный а это на ты нажимать на то есть так ну все мы все-таки у нас игра то сегодня начнется или нет или мы так и будем играть в этот текстовый полу квест но не знаю но игра мне кажется довольно таки до добрые самое то на ночь глядя ну уж на утро глядя у кого как у кого смотря сколько времени но по крайней мере данная музыка мне пока как-то не знаю успокаивает что ли вышка две тропы еще 13 километров пути отлично я не совсем понимаю зачем я хожу здесь нажмите пробел чтобы перепрыгнуть я так понимаю эта история на чем-то закончится довольно таки интересно неплохие виды я скажу 82 год летним вечерами ты и джулия любите гулять с моих ему в городе фестиваль на него съезжаются люди издалека один из них пытается напасть на вас ножом он вот это вот вот что-то серьезно уже началось моих ему бегает мы имеем у черт пёс кричит джулия в стрессе она путается и трудно подбирать слова ты даешь отпор нападавшему ты даешь ему по роже ты порезал руку но хорошенько избил этого пара ты чувствуешь себя крутым ты плачешь пока не приехала полиция джулия просит этого дня выбирать другой путь для прогулок ты согласен тебе тоже не нравится этот путь всех пор в гуляете реки я так понимаю здесь у как-то развивается и муж как-то по-разному становится план завести детей откладывается из-за работы джулия предлагает работы весь конститете еле в коннектиками за 3000 километров это отличная работа заместитель заведующего кайфеля она хочет переехать ты точно не хочешь ну как бы согласиться если она будет туда ездить обратно но это это не вряд ли за 3000 километров а если убеждать или соглашаться на эту работу то этот эгоизм опять же я не даже я не за кем я работаю может я могу тоже перед коннектиком то есть ну в данном случае ну что одно свинство что второе свинство ну давайте как-то замечу попытаемся не соглашаться на эту работу ты говоришь что это значит что у вас не будет семья нагреть что это чушь она абсолютно права она спрашивает ли это что если она примет предложение работать с ней не поедешь ты гришь да опять чушь но она решает не принимать его джулия просит уйти за униссета болдера на оплачиваем болище постов как с ней случается эпизод она сорвалась на коллегу за то что тот взял у нее клиника которые были и нужны для исследований она не помнила что за два дня до этого сама с радостью их одолжила нормально все видимо в голове что-то начинается ее нашли плачащие на лестнице по-любому я варю макароны пью вино и стараюсь забыть об этом нет крыш там основе проконсультируйте как в глазкам консультироваться как все таки самому решать вот эту проблему чем с кем-то идти консультироваться в обращайтесь к нескольким врачам после большого количества обследований они опасаются что у джули может быть ранее деменция есть 41 в я не совсем я не знаю что такое деменция все-таки в обрешайте пока держать это в секрете так я теперь где-то у нас в лагере я так понимаю я вот скорее всего на интро и не закончу это прохождение скорее всего учитывая как это все идет то есть в конечном итоге то должна идти игра какая-то рассказывать историю но у нас пока идет не игра а именно что какие-то воспоминания что ли взять дневник открыть дневник обалдеть это я и есть что ли как раз как модель викторий секрет танцующий моих им стареет у нее сидеть шерсть на спине и вечерами но не так быстро бегает вы джули гуляйте с ним к бару чтобы повидаться с друзьями касса будто ничего не изменилось джули возвращается в университет состояние джули ухудшается она забывает вещи по своему предмет ее научная работа в полном хаосе она уезжает на своей машине в другой город без какого-либо причины и возвращает полиция она раздавлена и отправляет домой на постоянной больничной иногда это джулия который называет тебя дубины о ваших нерожденных детей маленькими дурачками иногда это полный незнакомец она тянет тебя в кровать чтобы заняться любовью через пять минут у нее приступ паники и кажется что ее отец стоит у порога ты говоришь ее семья не раздавлены начинает регулярно приезжать из австралии чтобы навестить ее какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами чтобы скрасить день ей становится хуже ты проводишь дни следует за джулией по дому ты считаешь секунду между визитами даниэла медбрата два раза в неделю он предлагает перевести джули куда-то еще куда-то где они будут заботиться 24 часа в сутки в интернат теперь говоришь переваривши это несколько месяцев 6 пристил вместо скулы ты наберешь заботиться они и сам я не знаю вот как-то влияет ли вот эти все отставки мои ответы на дальнейшую как ты не знаю на решение вообще на эту игру потому что пока что у меня самой игры нету особо вот тут такими только мелкими вставками идет здесь гуляя непонятно зачем я вообще не понимаю зачем я здесь пока гулять но я думаю в дальнейшем я все-таки пойму зади зачем все-таки здесь все это происходит ну по крайней мере понимаю что нам пытается рассказать какую-то историю скидки интересно мы видим спереди оленя который куда-то очень быстро упрыгал у нас опять я так понимаю следующий эпизод сейчас будет это невероятно тяжело хуже всего когда ты сердишься на нее например когда она сама пытается приготовить себе еду ты можешь ничего делать без нее она не может ничего делать без тебя когда она идет спать и не ложишься еще несколько часов пьешь на террасе смотришь бейсбол летом игру из детских команд зимой и снова пьешь ты начинаешь уходить из дома после того как положил ее спать первый раз ты боишься что она станет начну ходить по дому пока тебя не будет я подпираю дверь спальный стулом забавно я уверен все так что она спит как камень от сутки сладость более человечным что ли ты будешь в один тот же бар в тихом конце перл стрит там мило со временем ты рассказываешь все шейли бармену как гора сплечь ты возвращаясь домой ложишься около часа ночи несколько раз в неделю ты ждешь этих вечеров однажды вечером тебя останавливать дорожная полиция тест показывает что ты пьяный тебя забирает на ночь ты думал скрыть это но рассказываешь с юзан сестре джулии родители джулии прилетают ближайшим резом из австралии не могут поверить в каком состоянии находится ваш дом они говорят тебе что джулия поедет жить с ними ты не споришь ты говоришь что скоро навестишь ее проходит несколько недель и приближается лето и ты видишь газете объявлением о приеме на работу ты соглашаешься да мы видимо соглашаемся так у нас идет загрузочка я так понимаю именно вот с этого момента у нас когда начинается сама игра все-таки я скорее всего куда-то еду куда я еду в канаду наверно на работу хотя может быть и так в канаде уже первоначально нахожусь я как-то не сильно обращал внимание на города извиняюсь потому что еще даже спать не ложился ну почему-то загрузочка не хочет не хочет у нас проходить быстро она у нас последнее время всегда все долго происходит так все мы где-то идем по лесу мы идем какой-то вышки зайти на вышку нужно пойдете зайдем на вышку посмотрим что там сверху мы полюбуемся по крайней мере видами такая знаете как это милость что ли история рассказывать я не знаю то есть я уже играю последний апдейт но там 15 что ли ли 16 идет то есть игра вполне вероятно что очень сильно отличается от того что было в первоначальном виде и может быть история она будет такая все-таки видоизменена но хоррор хоррор мы здесь все-таки вряд ли увидим графика такая еще почему мультяшная вся не знает проект такого плана мне как бы не сказать что нравится ну принципе да они мне нравятся включить свет переключатель не можем даму включить свет дверь подожди зачем дверь друг а почему бы тебе просто не оставить открытой дверью пока я нахожусь ну да вечер холодно я тебя прекрасно понимаю так давай все-таки выдаюсь себя разум взять и что там у нас так можно смотреть на правую кнопку можно бросить куда-то на стекло сомневаюсь что он разобьет да и кидает он не особо далеко книга рецептов так а вот у нас есть настольная лампа по крайней мере давайте зажгем нашу настольную лампу но у нас нет электричества нам надо как-то врубить а вот кнопка генератора давайте точно включили кнопку генератора наконец-то загорелся цвет свет прием вышка две тропы давайте возьмем рацию держите левый шип чтобы шифт чтобы активировать рацию окей прием привет кто бы это ни был генри правильно ага я далайла пугу парень по телефону уже сказал так что с тобой не так простите люди стараются на эту работу чтобы у тебя чего-то так что у тебя не так а что не так у тебя отличная идея продолжай послушай я шел целых два дня поэтому не очень улавлю что ты сейчас пытаюсь сделать попробуй угадать что у меня не так ладно а потом мне можно поспать вечность конечно дружок ладно давай так что-то можно ответить ту биллу троих бывших мужей ты бунтуешь против мамы и дома тебя никто не выносит ну давайте пошутим что она билла троих бывших мужей но я надеюсь что все таки это как шутка воспринимется хорошо ты убил трех мужей черная вдова ты здесь пока не оседет пыль а потом вновь продолжишь убивать очень хорошо браво генри окей теперь можно спать не совсем а теперь ты окей спокойно пока посмотрим я тебе ничего не знаю я думаю что тебя уволили ты наконец-то решил написать свой роман по такой дурацкой причине обычно и можно найти человека в лесах доброй ночи добро пожаловать на работу так ты вот на этом моменте у нас именно начинает сама игра firewood сама история и день 1 да действительно может отпечатаем это книгу доброе утро генри хотя скорее добрый день вероятно спал как камень в общем до захода солнца еще есть несколько часов для работы я вижу тебя за столом так что позвони как будешь готов так и что у нас есть какая вариация выдвижной ящик у нас есть так в рацию взять ну блин у меня здесь особо выбора то нет я только могу принципе взять рад я могу врубить нас но нет я не могу я могу только взять рацию все лежит ли в шип чтобы активировать рацию извини извини похоже я спал больше обычного ты задремал на сколько четырнадцать часов у господи сейчас сколько шесть часов 6 45 упс не волнуйся эта дорога всех уводит из строя на 1 и 2 но раз уж ты встал позволь вкратце рассказать о работе в центре комнаты есть штука с круглой карты видишь ее вижу так а ее можно как-то юзать там не знаю нет пока она ничего не могу делать пока только отвечать сообщить о карте окей да я его вижу это обнаружители огня озборна придумано в 1914 году ульямом бе озборном его ты будешь используя для обнаружения правильно какого хрена в чем дело ничего м используя для да ну нахер господь следить за выражение дам из твой западного окна ты видишь тоже что я так н чтобы использовать космос что это странный фейерверк и так запад 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 у нас вот он здесь и что я здесь должен увидеть подождите но блин в стран запад точно вот сюда сюда точно вот фейерверки блин немножко перепутал не знаю может голова немножко не шарит но да я вижу какие-то фейерверки ого это же нелегально да нет ты должен медленно пойти туда остановить их риск пожара хранительно высокий это правда моя работа твоя работа в том что я скажу до ближайшего рейджера примерно два дня пути спустись туда и преподаем урок ну окей а дубайси хорошенько выписать им штраф я не фанат морализаторство а чё делать выписать им штраф мне выписать штраф полегче грязной гарри и выдвигайся тебе скорее всего понадобится веревка чтобы спуститься по сланцу между тобой озеро а даже бы одном из ящиков с припасами вот от замка 1234 вообще-то код для всех замков шикарный код конечно так термоса я могу собой просто взять термос или его просто осмотреть могу и все так ладно ладно окей давайте чуть возьмем интересненько у нас здесь так надо открыть что-то и взять 1234 код я здесь вообще не вижу куда куда мне применить мой код я точно понимаю что мне надо взять рюкзак на и на свой все-таки шишка в каком ящике мне блин надо было взять и что-то она очень быстро говорила я ничуть не совсем понял что от меня все таки требуется это где-то секс замков от всех ящиков пароль год 1234 так бочка с водой у нас здесь так ладно я могу просто выйти и пойти там не знаю может быть мне где-то в другом месте на блок взять может где-то ящик так само можно так связаться поговорить нет цене никак нельзя пока связаться поговорить ну да ладно боксами давайте пойдемте туда прогуляемся посмотрим что там у нас что же нас там ждет так и как же мне спуститься то вниз а вот на спуск у нас блин он область к на взять веревочку но он же меня почему-то при при всем при этом не останавливает не говорит что ты не взял веревку это даже немножко странно я бы сказал ну да ладно я так понимаю когда как только спущусь вниз игра сама меня как-то дальше куда-то направить скажет куда идти что делать камере я надеюсь на это в этой довольно таки непонятной игре так м чтобы взять карту какие вот мы берем карты и куда нам надо идти в ящике нлс 306 так а вообще а где я то нахожусь найти веревку в ящике нлс 306 так пароль ли 1 2 3 4 джонни слейк через 0 7 километра так приблизить надо бы а вот я где да а мне надо в нлс 306 ну все верно наверно так это мне надо идти на северо-запад ну примерно до дорогу мне куда ведет тут наверное ведет куда-то на северо-запад так 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 северо-запад это у нас вообще вот так получается да я тогда принципе я иду правильно то есть если она рано или поздно именно дойду туда куда мне требуется не знаю зачем я думаю скоро скоро мы по крайней мере узнаем пока можно походить и не знаю как не знаю мне почему-то эта игра вызывает какое-то спокойствие походите не знаю на лес посмотреть блин вот шашлычок бы сейчас тут пожарить где-нибудь там завалить какого-нибудь блин не знаю олененка даже не завалить просто там за погладить его перепрыгнуть и я надеюсь что мы все-таки идем на правильном пути благо что хоть карта у нас показывает точное наше местонахождение да и мы сейчас придем по тропинке туда куда именно надо в ящик нлс 306 а вообще есть ли куда оружие в игре или что-то в этом роде так вон он ящик нлс 306 это понимает если я ничего не путают то все верно ящик с припасами так открыть один два три четыре такие на пароль у них довольно таки простые мне кажется у них давно бы все обворовали так батончик гранола у нас есть и что мы с ними можем делать а мы можем его съесть я не знаю зачем будем здесь может быть это режим вживания даже есть так шишку нам точно не надо нам надо вообще веревку по факту и на но тут записочку прочитать на на предыдущего парня записка читать привет старик парень и выдержал так что я за первую вышку убрал часть его вещей в ящик нашла один из батончик который тебе нравится я направляюсь парк ну давай нажрёмся когда вернусь дэйв это он писал ром и я не знаю кто такой ром ну давайте на всякий случай оставим записку себе пусть лежит у нас да пусть просто будет так сказать на память так а куда нам теперь дальше разобраться теми кто пускает фейерверки а где вообще это место где они пускают фейерверки куда мне идти блин ну да я видел что это где-то на западе происходит на хоть примерно там я не знаю так ну в принципе я же должен увидеть у нас сориентироваться по местности увидеть фейерверк то есть так чтобы добираться не знаю так как пешка драпом и очень жалко что у нас главный герой все таки почему-то у нас не умеет что ли бегать ну ничего пойдемте пойдемте сейчас посмотрим и я просто я пока не вижу веры на r чтобы бежать серьезно то есть на shift и достаешь рацию а может быть и все-таки поменяет туда в управлении мы сделаем наоборот на r ты будешь доставать рацию а на shift и будешь бежать все таки потому что это все таки это как-то странно блин на shift так использовать движение вперед так а где бежать включить бег на shift выберите другую вид обалдеть р так ну так 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 ой долго-долго честно все это менять буду так любить кнопку сейчас или выберу а сейчас поменяем наш shift это поменяем на р и все и так будем общаться да все теперь мне кажется все нормально escape назад я вообще не понимаю ну блин вставьте вы как нормальные люди поставьте на р все и мы все и не надо не париться ничего не блин нет вы начинаете постоянно не знаю каждый разработчик начинается чем-то изобретать какое-то колесо но езда в с дну блин я не знаю тогда в с д сразу поменяйте блин так где-то где-то там я слышу фиверки откуда туда запускаются у нас такой-то деревце я не знаю давайте походим здесь пока посмотрим вообще то что происходит где-то вон там где-то за горой прям слышу ободранное дерево здесь дерево который изодран на куски и ты считаешь это немного беспокойно генри здесь водится 200 килограммов и гризли они точат свои когти об деревьях у нас колорадо гризли не водят с места их давным-давно убили ну а вторых они охотятся на людей не убивает людей закапывают тела потом возвращаясь через пару недель съедает их потому что любит гнилое мясо люди попросту исчезают ты считаешь это не беспокойным нет гандры это жизнь господи дамочка ну жизнь такая ну как бы как говорится всякое бывает всякое происходит так бы они все-таки запускают то есть теперь я так понимаю на пробел у меня как-то где-то карабацком можно карабкаться может я не понимаю почему мне не прыгает просто космы немножко это крепление а ну вот да все верно пошли туда куда нужно давайте прикрепим веревочку и спустимся вниз пробел спуститься блин я не знаю тоже как-то потемнело что дружище ты ничего себе не сломал потому что то у меня такой мультяшный весь я боюсь что все как бы хреново не стало о блин смотрите поцарапались даже так давай еще ночь сейчас наступит гризли приведу 100 килограммов сообщить о падении что с тобой стряслось моя веревка порвалась во время спуска по оползу ты же из ничего себе не сломал нет думаю справлюсь будь осторожнее у нас есть кто-то второй человек который постоянно поддерживает старое снаряжение ладно я так понимаю мы сюда еще вернемся пока пойдемте к тем ребятам которые у нас тут запускает фейерверки кстати не вижу фейерверки пока где они запускают все-таки на что попался мне хоть на глаза но было это все дело раньше на востоке с восточной стороны по крайней мере в лес я не хочу заходить поэтому я буду бегать по полям кстати можно какие-то приколюхи пивную банку например взять сообщите пивных банках нахожу много пустых пивных банок они забросали их повсюду те идиоты озера да не только что нашел где они тусуются то есть короче мы играем каким-то я не знает советским стукачем который ходит обо всем рассказывает но кстати да мы нашли даже чей-то лагерь вино бутылки я не знаю сейчас мы всех ограбим они оставили бутылку виски они стали пол бутылки виски неплохого пьяные пироманьяки офигенно связка фейерверков даже взять можно даже я виска я могу же взять взять про запас облик а чушь мы давай оставим там буханем потом как-нибудь вечером все-таки еще нет рюкзаки а взять рюкзаки то я могу они остались они остались здесь свои сумки не наезжай на них последнее что мы хотим это обвинение домогательстве от туристов может быть на самом деле они буханули куда-то попали так не совсем хорошо им нужна помощь смотри они кассу решили развести знаешь они даже цветом подчеркнуть знаки об опасности пожара для безграмотных но видимо это не касается полных идиотов да как бы мы тоже любим пожить что-то где-то так связка фейерверк нашел фейерверки они даже не пытались их спрятать эм ну конфиску их давайте конфискуем себе фейерверки блин пусть они у нас будет и пойдем искать все-таки две пары вещей они оставили свою одежду сушиться похоже что двое а что если они голые вот ведь будут развлечения послушай они все еще так так что приструй них и затем возвращайся лифчик чем же они там занимаются осмотреть ну давай еще оденем на себя блин о музыка играет трусики и фейерверки пускают у них там однозначно весело я смотрю до музычка играет сразу узнаются так может быть это русские приехали там на природе еще одни трусики м здесь трусы что что не хочу опять произносить это слово потому что тебе 12 другой лифчик я думаю уж почти пришли на озеро и вон они там две скорее всего может быть девушки кто это подростки они пьяны так и что мне надо сделать к ним приплыть или магнитофон может быть отрубить что это мужик там делает он таращится на нас эй мужик ты на нас пялишься пошел вон так и и что мне надо сделать так я знаю что вы запускаете фейерверк я знаю что вы тут запускаете пертарды хорошо как потому что это прятался в кустах и шпионил за нами отстань от нее лили он сисик не видел уже 20 лет ха ха он наверное еще девственник почему вы парни думаете что пялиться на девчонок это нормально они пьяны я забрался уж я забрал все ваши вещи фейерверки виски все что вот хер к тому же пускать здесь вверх не только глупо но и нелегально ага как и вырасту говню это полная фигня ты за это заплатишь давай просто уйдем отсюда фу да уж ты мерзкий это просто грустный старик в лесу да взяли обломили молодых они просто спрятали за камень и все найти назад к вышке так путь назад к вышке две тропы почему же давайте мы магнитофон заберем и как все прошло ну чё есть обламываете по полной а то она так назад путь музыка пройдем ну это вообще не касается слишком жестко надеюсь они утонут прошло неплохо я вау музыка немного громковато про извини я забыл изобрел еще ли ага что ж таком случае все в расчете могу думаю да но честно спасибо что разобрался с ними просто две девчонки приехали побухали начали пускать фейверки я пришел блин я не знаю как я какой-то посреди чмо может быть сделал просто пришел забрал у них магнитофон забрал их не в бухло ну зато я неплохо вечер у себя дома приведу это все таки мне кажется больше признаки эгоизма такого смею предположить что это пол жертвы масштабной компанией служить по наймсу это вопрос на том как ты тут оказался я увидел вакансию в газете решил почему бы и нет почему бы и нет у меня нет связи и жизни лучше проведу оставь себя годы в полном одиночестве что-то вроде из-за событий прошлого лета финансирование лесной службы увеличили мы смогли позволить себе рекламу рада что она сработала так а мне то как дойти-то назад это дожди смотреть так подожди брось пока положить просто нельзя было не знаю как так приблизить так идея нахожусь я вот он где обалдеть как не вообще другую степь надо так а здесь у нас тропа больше нету ладно и прошли не так ну так не по-другому доберемся мы через леса я себя но привержусь такой день что есть куда-то очень долго идти все равно можно куда-то прийти мы сейчас пойдем здесь где-то прогуляемся может быть мунти как можно дольше как можно дальше зато под музыку план у нас музыка с собой есть и нормально мы с ним валиваем слушаем чтобы нам не грустно было возвращаться назад можно не знаю там по рассказы кипи истории друг другу мне кажется что я сейчас вообще приду туда откуда я уже и просто не выберусь назад буду блуждать по лесу на пару часов пусть чего-то да как бы то ни было я все равно вернусь путем как какими пришел сюда назад послушать хочу тебе кое в чем признаться окей что такое что такое я им слушаю прошлой ночью я была пьяна когда поприветствовала тебя на работу ну что ж ты не первый начальник который так делал знаю просто иногда могу быть чересчур назойливая вы ведаете тебя ну почему ты здесь и все такое сейчас подожди я залезу потом мы с тобой дальше пообщаемся так здесь нет никаких запретов и правил по поводу шума так здесь нет никаких запретов правил по поводу шума нет но музыка которая сейчас выше или до том что зря да уж не говори да уж не говори ты серьезно про чем сейчас хотел сказать что-то про вышку по какую-то куда-то целую что-то про вышку отраска я тут между прочим слушаю счет так ладно давайте положим наш магнитофон отпустить подожди а как него отпустить бросить да блин ну не бросай ты разломается же все таки а мы пытаемся домой добрацками как так ну принципе мы все верно идем нам чуть попозже надо будет просто повернуть направо и мы так все верно мы сейчас пройдем по каньону мы сяну рано или поздно доберемся все-таки мне до сих пор обидно что повел себя так очень плохо с двумя барышнями которые отдыхали никому не мешали на и вот взял вот так вот у них на этом случае диалог быть по-другому развиваться ну вот так случилось так как случилось бы ты для не спрятались за каменью таких с тобой недалекая буря отлично нам еще бури не хватает какой-то лада зато я думаю что он хоть немножко сделал ваше утро что вы встали с утра посмотреть это видосик как его будут неплохо ладно так и теперь мне где-то нужно быть повернуть направо опа мы нашли еще один контейнер ящик скан да блин чушь ты так выкидываешь ты так постоянно открыть 1 2 3 4 у нас все открывается одинаково и не знаю как нас еще не обворовались здесь скопировать информацию а блин слушай так с первой можно был просто самое наверное сделать это не знал урок зачем нам урок блин так а вот слева фонарик фонарик мне сама когда не пригодится но что-то не рабочий видимо где-то а вот все засветил так ладно давать фонарь берем пока и возьмем магнитофон дальше с музыка все как-то повеселее идет и сейчас мы попрем битана через пещеру сторону нашего дома и ничего не могу достать кроме магнитофона мне косо я с ним буду прям вот до конца следую частью песенка пророк собой заиграет остров в океане они 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 в этом роде так забраться по камням обалдеть игра с магнитофона залазишь по камням прям очень без проблем каких-либо такая вот довольно таки интересно вот игра то исходим мы блуждаем слушаем музыку не знаю наслаждаемся видами вот со стороны даже не знаю интересно лет смотреть или нет подожди чё за фигура тут какой-то парень какой-то парень ага я вышла с пещеру еще ли он просто был каким-то парнем стоп он смотрит на тебя он что-нибудь еще делает я не думаю генри я что-то хотел мне следовало тебе кое-что рассказать об этом месте что такое это природа да ладно тебе все вокруг люди вольно ходить туда-сюда это это безумие ладно ладно я понял совершенно тыкаться на кого-то это часть веселья ладно понятно тут какой-то парень я думал что сейчас скажет может быть там не знаю какой-то это маньяк подзавелся все это как бы природа это нормально натыкаться на людей которые ходят здесь и дыхает и так далее довольно-таки странный парень вышел посвятил на меня и просто ушел даже там не знаю не поздоровался ради приличия не знаю у нас бы скорее всего поздоровались бы все так потому что с в этом плане люди у нас какие-то более адекватные более добрые что ли мы могли еще за одной дюлей вставить монитофон отобрать но это уже пережитки что что поделаешь что так и он то ушел куда-то сюда выше и правее блин ну таки бесконечная дорога и реально такая прям забавная игра что ли не знаю на как-то и блин не то что в душу впадает но как-то вот просто узнать все играть просто как-то все идет о своем чередом к этой история рассказывается я понимаю что она получит скорее всего несколько дизлайков слове от тех людей которые ждали флоу на ибо все таки так я думаю мы почти уже пришли мы сейчас закончим первый день на этом закончим что я уже довольно таки много видео записал так вам хватит намного по времени посмотреть а потом буду пилить пор и потихой грусти забраться по камням знак проход закрыт решил постоять это упал блин ну вдруг нам вообще с тобой смотрю сильно не везет в этом мире ну по крайней мере мы притащили вместе с тобой магнитофон домой сейчас я так понимаю начнется дождь будет ночь нам надо и так туалет и чем хочешь сказать чем у меня рация то при этом так туалет генератор а что я это цель электроэнергии который у меня есть ага ему не требуется много бензина у тебя немного литрис приборов так что но мой фен а как же мой фен ах извини крюсти ходить со стрепанными локонами никогда странный парень так вот туалет насчет того чтобы ходить туалет это возможно только в уличном туалете и мужчина генератор может ходить где угодно по крайней мере по малой нужде и признаюсь я тоже писаю где захочу но это логично мне косы я вообще на его месте прослушку бы стал чтобы вниз не ходить не заморачиваться не спускаться чё встал там мы всегда свои дела сделают и все и нормально прикиньте да реально вот столько надо пройти спуститься потом подняться блин а ты еще посреди ночи там не знаю в халатике спишь мы как-то вот все таки вот знаете как тут страшновато одному ночью в лесу подождите почему у меня машинка валяется снизу все могу помочь но моя важна лежит на земле рядом с вышку ты пишешь угу послушаем ветер нет как тогда тебе следует подняться наверх нихрена себе хочу машинка и будем с собой забирать ну блин чем машинка да ладно забей потом напечатаем понесла гитофона поднимемся так веселее чтобы знали что он поднимаемся пойдем поднимемся посмотрим что же нас там ожидает у нас в доме на тот странный парень и он залез ко мне были да у меня здесь сувер дом перевернули сообщить о вандализме это наверное из-за того что я у них забрался и это мне вот так вот отомстили по-любому прям я больше чем уверен кто-то вломился кто-то что они просто-просто разнесли комнату выбросили машинку из окна мать твою нифига себе я вообще я сообщили с моей службе о том что случилось разбитое стекло мне придется починить окно завтра генри ты не замерзнешь даст очень удобно здесь спать я считаю просто лежишь это звук что лет окей я позвонила это было быстро ну вот так у тебя есть идея кто мог это сделать девчонки с озера или парень из ущелья ну девчонки с озером и мстить они опять же двое пьяный это зачем надо голыми и тюняли все разносить поверить не могу что кто-то это сделал я переживаю по поводу медведей пожарами на это все а теперь я должна переживать еще и почет его знает чему хорошо утром позвонить своей подруге пейти который работает администрация входе она еще сначала времен идет еще те кто использует туристическую тропу может быть она сможет достать список или я кстати ничего не жал и как то ли саму нажал стулью что проблем это не решит но если что-то случится мы сможем свериться с ним узнать что-то полезное спасибо я хочу чтобы ты чувствовал себя здесь безопасности просто скажи где достать ружье просто скажи где лесная служба хранить ящик с оружием и тогда почувствуй себя спокойнее чем папа римский себя машинку кто-то много лет назад решил что оставлять человека наедине с миллионом часов одиночество ружьем не лучшая идея гранаты я поспрашиваю день 2 ну все ребят я думаю давайте на этом моменте закончим данный летсплейс досмотреть до конца то это круто действительно вам отдельный респект напишите пожалуйста не забудьте написать в комментариях стоит ли вообще снимать продолжение этой игры как бы ну заходит она вам не заходит вообще хотели бы вы еще это увидеть но это так наверно пойму по вашим лайкам и дизлайкам но все-таки коммент комменты всегда лучше ребят не запил не забываем подписаться все-таки на мой канал на мою группу вконтакте ну и на волшебный колокольчик все-таки нажать да и лайла мне проснись а мы все на этом заканчиваем поэтому ребят доброго вам 7 дня проснись мне надо ответить на рацию иначе я не могу выйти сыграну так вот странно очень здесь странно все а все вот теперь могу выйти все ребят давайте увидимся доброго всем дня отличного утречка который вас наступила либо еще не наступил либо у вас еще идет ночь если у вас еще идет но что спокойной прекрасной ночи давайте с вами был я лёха смертник всем удачи ребят увидимся